Беседа восьмая И сказал Бог Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему И да владычествуют они и над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле 1.26 бытия Так как вы вчера с великим усердием выслушали слова наши То вот сегодня мы предложим любви вашей вновь, просчитанной Наперед, прося вас прилежно внимать тому, что будет говориться, да и прежнее слагать в уме своем Чтобы нам не тщетно и не напрасно предпринимать такой труд Мы заботимся о том, чтобы вы в точности узнали силу Писания И таким образом не только сами понимали это, но и других учили Чтобы могли вы по блаженному Павлу создать один другого Если вы будете приспевать о Господе и показывать успехи в изучении духовного То и нам доставите великое веселье, так как в этом все наше счастье и величайшее торжество Кто, говорит Павел, наше упование, надежда, радость и венец похвалы Не и вы ли? И ваше преуспеяние о Боге И каждый учитель, когда видит, что учащийся твердо держит в памяти прежние уроки И на деле показывает плод от них С большим усердием преподают им и дальнейшие сведения Так и мы Чем более видим, как возбуждается ваш ум Как возрастает расположение и окрыляется мысль Тем более становимся усердными к более полному изложению вам учения И чем более проливаем на вас этих духовных струй Тем более и у нас умножаются их токи к вашему назиданию В пользе ваших душ Здесь ведь не может случиться того, что обыкновенно бывает с деньгами Там, кто дает ближнему серебро, тот уменьшает свое имение И чем более он дает, тем более уменьшает его имение Но здесь, напротив Тогда-то более умножается у нас имение Тогда-то более возрастает это духовное богатство Когда мы обильно проливаем учения для тех, кто желает черпать его Итак, если это нам служит к умножению богатства и достояния То и вы ненасытно желаете этой духовной пищи То посмотрим, чему в сегодняшнем чте не учит нас блаженный Моисей Или лучше, что устами его говорит ко всем нам благодать Святого Духа И сказал, говорит Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию Не опустим этих слов, возлюбленные, без внимания Но рассмотрим каждое речение и, не зайдя во глубину, исследуем сокрытую в этих скратких словах силу Хотя слов и немного, но велико сокрытое в них сокровище А внимательным и растудительным не следует останавливаться на поверхности Ведь и желающие выкопать чувственное сокровище Не на поверхности только копают и разыскивают Но спустившись на большую глубину Исследуют самые недра земли И таким образом с помощью своего искусства Отделяют от земли золото И часто с большим трудом и усердием Едва успевают найти малые крупицы А здесь нет ничего такого Напротив, и труд меньше, и богатство неизреченное Таково все духовное Не будем же хуже тех, которые домогаются чувственного Но поищем и мы духовного сокровища заключенного в этих словах И во-первых, посмотрим, что нового и особенного сказано здесь И для чего блажен этот пророк Или лучше, человеколюбивый бог Говоривший через пророка Употребил такой новый образ речи Он говорит, сотворим человека по образу нашему И по подобию Недавно мы слышали, как он по сотворению неба и земли Говорил, да будет свет И да будет тверь посреди воды И еще да соберется вода в одно место И да будут светило И да изведут воды гадов живых Видел ты, что вся тварь в течение пяти дней созидаема была одним словом и повелением Смотри теперь, какая перемена в словах Уже не говорит, да будет человек Ну что? Сотворим человека по образу нашему и по подобию Что это за новость? Что за особенность? Кто это созидается, что для создания его создателю понадобился такой совет и рассуждение? Не изумляйся, возлюбленный Человек есть превосходнейшее из всех видимых животных Для него-то и создано все это Небо, земля, море, солнце, луна, звезды, гады, скоты Все бессловесные животные Почему же, скажешь, он создан после, если превосходнее всех этих зверей? По справедливой причине Когда царь намеревается вступить в город То нужно оруженосцам и всем прочим идти вперед Чтобы царю войти в чертоги уже по приготовлению их Так точно теперь Бог, намереваясь поставить как бы царя и владыку Над всем земным Сперва устроил все это украшение А потом уже создал и владыку И таким образом на самом деле показал Какой честь он удостаивает это животное Но спросим Иудея и посмотрим Что он скажет относительно того, кому сказано Сотворим человека по образу нашему Это писание Моисея, которому они говорят веруют А на самом деле не веруют, как и Христос сказал Если бы веровали Моисея, то поверили бы и мне Иоанн 5, 46 Так, письмена у них, а смысл у нас Кому же сказано, сотворим человека И кому Господь предлагает такой совет Это не потому, чтобы он нуждался в совете и рассуждении Нет, этим образом речь он хочет показать нам Чрезвычайную честь Какую является зидаемому человеку Что же говорят эти иудеи Которые доселе имеют покрывало на сердцах своих И не хотят понять смысл этих слов Они говорят, что Бог сказал это ангелу Или архангелу О безумие! О великое бесцветство! Как это возможно, чтобы ангел вступал Совещание с Господом, создание с Создателем Дело ангела состоит не в том, чтобы вступать в совещание с Богом А в том, чтобы предстоять и служить И чтобы тебе увериться в этом Послушай, как великласнейший Исаия О высших ангельских силах говорит Что видел херувимов, стоящих одесную Бога И серафимов, покрывавших крыльями лица своей и ноги Это потому, что они не могли сносить исходящего оттуда сияния Но стояли с великим страхом и трепетом Так прилично тварям предстоять Господу 61 На иудеи, не понимая значения слов, говорят без разбора, что не придется Поэтому, отвергнув их пустословие, надо показать чадам церкви Истинный смысл этого изречения Итак, кто же такой, кому говорит Бог, сотворим человека Кто же другой, если не тот, кто называется Великого Совета Ангел Чудный, советник, крепкий, князь мира Отец Вечности Исаия 9-6 Единородный Сын Божий, равный Отцу по существу, которым все было Ему, говорит Отец, сотворим человека по образу нашему и по подобию Здесь наносит он смертельный удар и мыслящим по-ариански Сказал неповелительно, сотвори, как низшему или меньшему по существу Но как к равночестному, сотворим И последующие слова показывают нам также единосущие Сотворим, говорит, человека по образу нашему и по подобию Но здесь опять восстают другие еретики, искажающие догматы церкви И говорят, вот он говорит по образу нашему И следствия этого хотят назвать Бога человекообразным Но было бы крайне безумно того, кто не имеет образа, ни вида И кто не изменяем, не заводить человеческий образ И бестелесному предавать черты и члены телесные Что может сравниться с этим безумием, когда еретики не только не хотят пользоваться Учением богодухновенного писания, но и обращают его величайший себе вред Они похожи на больных и на тех, у кого слабо телесное зрение Как эти последние по слабости своего зрения не переносят и солнечного света И как больные удаляются и самой здоровой пищи Так и эти люди, больные душой и потерявшие очи ума Не могут пользоваться светом истины Поэтому мы исполним свой долг и подзадим им руку Беседуя с ними с великой кротостью И блаженный Павел так увещевал, говоря С кротостью наставляйте противников Не даст ли им Бог покаяния в познании истины Чтобы они освободились от дьявольской сети, в которую уловил их свою волю 2 Тимофея 2.25 Видишь, как он показал этими словами, что они как будто погрузились в какое-то опьянение Словом, чтобы они обратились, дал заметить, что они были погружены в какой-то глубине И опять уловлены, говорит, от дьявола, то есть как бы опутаны сетями Поэтому от нас требуется большая кротость и долготерпение Чтобы можно было их исхитить и извлечь из сетей дьявольских И так скажем им Образумьтесь немного, взгляните на свет правды Размыслите об истинном значении слов Сказав, сотворим человека по образу нашему и по подобию Бог не остановился на этом Но последующими словами объяснил нам, в каком смысле употребил слово образ Что говорит? И да, господствует, владычествует над рыбами морскими и птицами небесными И над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле Итак, образ он поставляет в господстве А не в другом чем И в самом деле, Бог сотворил человека властителем всего существующего на земле И нет на земле ничего выше его, но все находится под его властью 62 Если же и после такого раскрытия слов любящие спорить будут говорить, что, разумеется, образ наружного вида Мы скажем им, так, Бог, значит, похож не только на мужа, но и на жену Потому что тот и другая имеет один и тот же образ Но это было бы нелепо Послушай, что говорит Павел Муж не должен покрывать голову, ибо он есть образ и слава Божия Жена же есть слава мужу Тот обладает, а это поставляется в подчинение И Бог изначально сказал ей, и к мужу твоему будет влечение твое, он будет господствовать над собою Так как человек получил образ Божий в праве на господство, а не во внешнем виде А господствует на всем муж Жена же поставлена в подчинение Это поэтому Павел и говорит о муже, что он есть образ и слава Божия Жена же слава мужу есть А если бы он говорил о внешнем виде, то не сделал бы такого различия между мужем и женой Потому что одинаков вид и у мужа, и у жены Видишь полноту истины, как она не оставляет никакого предлога к оправданию любящих пустые споры Но однако же при всем этом мы не перестанем оказывать им великое долготерпение Не даст ли им Бог покаяния по знанию истины Не перестанем же употреблять все меры кротости Может быть успеем извлечь их из дьявольского обольщения Если угодно, опять представим им блаженного Павла, который так говорил жителям афинским Вы не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или драгоценным камням Получившим образ от искусства и вымысла человеческого Видишь какой тщательностью мудрый учитель искоренил их заблуждение Он сказал, что не только божество не имеет телесного образа Но что и мысль человеческая не в состоянии изобреть ничего такого Постоянно говоря это им Не переставайте делать, что только от вас зависит Может быть они послушают вас Может быть захотят открыть глаза для истины Но так говоря им с великой кротостью, осмотрительностью Сами вы, молю, твердо держите догматы церкви Не нарушая последовательности сказанного С идеями говорите соответственно, объясняя, что эти слова Сотворим человека Сказаны никому-либо из служебных духов Но самому единородному сыну Божию Умствующим по-арьянски Отсюда же доказывайте равночести сына с отцом А представляющим божество человекообразно Приводите слова блаженного Павла Истребляя пагубные недуги, возникающие подобно плевелам Догматами церкви А себе старайтесь укоренять благочестивое учение Желаю и молю, чтобы все вы Исполняли обязанности учителей Чтобы не только сами слушали слова наши Но и передавали их другим И заблуждающихся обращали на путь истины Как и Павел говорит Каждый созидайте ближнее 1 Фессоникистам 5.11 И со страхом и трепетом совершайте свое спасение Фелеписам 2.12 Таким образом и церковь наша возрастет в числе И вы получите свыше великую милость За свою великую заботливость о ваших сочленах Богу угодно, чтобы христианин не о себе только заботился Но и назидал других 64 Не только учением, но и жизнью и обхождением Ничто так не приводит на путь истины Как непорочная жизнь Потому что люди смотрят не столько на слова Сколько на дела наши И чтобы тебе увериться, что это так Ведь сколько бы мы не любомудрствовали на словах И разлагольствовали о терпении Но если когда наступит время Не покажем терпение на деле Не столько принесет пользу слово Сколько повредить дело Напротив, если и прежде, и после слов Представим доказательства на деле Появимся достойными веры Внушая другим то, что сами исполняем на деле Как и Христос таковых ублажил Говоря Блаженный, когда вы сделаете и научите 5.19 Матфея Смотри, как он поставил наперед дело А потом учение Если предшествует дело То хотя за ним и не следует учение Самые дела гораздо яснее слов Поучают тех, кто смотрит на нас Итак, будем всегда стараться Учить прежде делами А потом уже словами Чтобы и нам не услышать от Павла Уча другого Как же не учишь себя самого Римлянам 2.21 И когда желаем внушить кому Чтобы он сделал что-либо необходимое Прежде постараемся Сами сделать это Чтобы нам смелее было преподавать учение И все наше попечение Это будет о спасении души И о том, как бы нам, обуздав телесные похоти Совершить истинный пост То есть воздержание от зла Потому что в этом и состоит пост И воздержание от пищи Принято для того, чтобы ослабить силу плоти И этого коня сделать нам покорным Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев Приучаться к кротости и снисходительности Иметь сокрушенное сердце Изгонять нечистое пожелание Представлением того неусыпающего огня И нелицеприятного суда Быть выше денежных расчетов В милости не показывать великую щедрость Изгонять из души всякую злобу на ближнего Вот это истинный пост Как и Исаиев, пророк, говорит от лица Божия 53 глава, 5 стих Таков ли тот пост, который я избрал День, в который томит человек душу свою Когда гнет голову свою, как тростник И подстилает под себя рубище и пепел Это ли назовешь постом и днем угодным Господу Вот пост, который я избрал Разреши оковы неправды Развяжи узы ерма И угнетенных отпусти на свободу И расторни всякое ермо Разделись голодным хлеб твой Из китающихся бедных Веди в дом Когда увидишь нагово, одень его Видишь, возлюбленный В чем состоит истинный пост Такой-то пост будем совершать Не полагая его, подобно многим В том только, чтобы пробыть без пищи до вечера Не это главное Но то, чтобы с воздержанием от брашен Соединили мы и воздержание от вредного для души И показали великое попечение О совершении духовных дел Таков ли тот пост, который я избрал День, в который томит человек душу свою Когда гнет голову свою, как тростник И подстилает под себя рубище и пепел Это ли назовешь постом и днем угодным Господу Вот пост, который я избрал Разреши оковы неправды Развяжи узы ерма И угнетенных отпусти на свободу И расторгни всякое ермо Раздели с голодным хлеб твой Из питающихся бедных веди в дом Когда увидишь нагово, одень его И от единокровного твоего не укрывайся Тогда откроется, как заря, свет твой И исцеление твое скоро возрастет И правда твоя пойдет перед тобою И слава Господне будет сопровождать тебя Тогда ты воззовешь И Господь услышит Возопьешь И он скажет Вот я Когда ты удалишь из среды твоей ермо Перестанешь поднимать перст И говорить оскорбительное И отдашь голодному душу твою И напитаешь душу страдальца Тогда свет твой зайдет во тьме И мрак твой будет, как полдень И будет Господь вождем твоим всегда 58, 6 стиха Исаия Пастящемуся надлежит быть спокойным Тихим, кротким и смиренным Презирающим славу настоящей жизни Как презрел он душу свою Так должен презреть и суетную славу И взирать только на того Кто испытует сердца и утробы С великим усердием творить молитвы И исповедания перед Богом И сколько возможно Помогать себе милостынею Это, это именно добродетель Особенно может изгладить наши грехи И исхитить нас из гиенского огня Если мы будем исполнять ее щедро А не на показ людям И что говорю не на показ Если рассудить хорошо То нам надлежало бы творить милостыне Уже потому одному Что она прекрасное дело И сострадание к нашим братьям А не ради обещанных владыкою наград Но так как мы не в состоянии Мыслить возвышенно То будем творить милостыне Хотя и за награды А тнючь, впрочем, не ища славы от людей Чтобы нам сверх растраты денег Не лишиться и награды И это будем соблюдать Не только относительно милостыни Но и во всяком духовном деле Ничего не станем делать Из-за людской славы Потому что нет нам никакой пользы Нет поста Нет молитвы, нет милостыни Нет других дел Если делаем это не ради того единого Который знает и тайное И скрытое во глубине души нашей Если от него ожидаешь Ты человек воздаяния То для чего ищешь похвалы от близнего И что говорю похвалы Часто он не только не хвалит Но еще и порицает тебя Многие так злонравны Что и добрые дела наши толкуют превратно Итак, для чего, скажи мне Высоко ценишь превратный суд Этих людей От неусыпающего же того ока Никакое действие наше не сокрыто И помышляя об этом Мы должны устроять свою жизнь С такой тщательностью Как те, кому скоро предстоит Дать отчет И в словах, и в делах И в самых помышлениях своих Итак, не станем пренебрегать Своим спасением Ничего нет равного добродетели возлюбленной Она и в будущем веке исхитит нас Из гиены И откроет путь Царства небесное И в настоящей жизни Ставит выше всего Всех Суи напрасно злоумышляющих на нас Делает сильнее не только людей Но и самих демонов И врага нашего спасения То есть дьявола Итак, что может сравниться с нею Когда она исполнителей своих Делает выше не только злокозненных людей Но и демонов А добродетель состоит в том Чтобы презирать все людское Ежечасно помышлять о будущем Не прилипляться ни к чему настоящему Но знать, что все человеческое Есть тень и сон И даже ничтожнее этого Добродетель состоит в том Чтобы по отношению к вещам этой жизни Быть как бы мертвым Также по отношению к вредному Для спасения души Быть бездейственным Как бы мертвым Но жить и действовать Только для духовного Как и Павел сказал Уже живу не я Но живет во мне Христос Поэтому и мы, возлюбленные Станем делать все так Как прилично облегшимся во Христа И не будем оскорблять Духа Святого Когда возмутит нас страсть Или нечистая похоть Или гнев Или ярость Или зависть Тогда подумаем Кто живет в нас И прогоним далеко Всякий такой помысл Устыдимся при изобильной благодати Данной нам от Бога И обуздаем все плотские страсти Чтобы после надлежащих подвигов В краткой и скоротечной этой жизни Удостоится нам великих венцов В тот грядущий день Страшный для грешников И вожделенный для облегшихся добродетелью И получить неизреченные те блага По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу со Святым Духом Слава, держава, честь Ныне и присно И во веки веков Аминь Аминь